Он кричал, боже бабочка, я не хочу умираться, но он попал в игру, играй или помри. Нет, серьезно, в Роблоксе есть такая игра, и когда я в нее зашел, мне предложили стать вот этим вот существом. Знаете, сколько это стоит? Стоит 70 роблоксов, чтобы стать этим уродом, а сколько нужно заплатить, чтобы им не остановиться? И это одна из самых странных игр в Роблоксе, на которую я натыкался, и сегодня мы с вами вернемся к рубрике странных игр в Роблоксе. И не отключайтесь. Ну а также вы сегодня увидите ни капли ни криминальную кухню с кучей крыс, и с очень странными посетителями и рецептами, ни капли ни подозрительную игру с ни капли ни подозрительной девочкой, самый сложный тест в мире, действительно, что же из этого банана, и много других не менее странных игр. И судя по всему, мы спускаемся куда-то в преисподнюю, я так предположил, исходя из вот этого существа, с которым мы спускаемся, кстати говоря, вот этого девочка, это она хозяйка его, тут вообще одни маленькие девочки бегают, это очень странная игра. И наконец-таки игра загрузилась, мы оказались в какой-то обосранной комнате, в которой воняет мочо, и доброе утро, спящие, ой, день о моём сказочном игровом шоу, боже мой, куда я попал, очень многие из вас крестьян выживут, но те, кто это делает, будут сильно возграждены. Именно так он и говорит, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, о май гад, куда я мать его попал. Ладно, у меня есть огромный телевизор, видимо, это 4К, обосранная кровать, от которой воняет говнёй, и тут целая куча таких комнат. Судя по всему, эта игра была вдохновлена игрой в кальмары, либо подобными играми, и телевизор заработал внезапно. Так я сбежал из комнаты. Можно я просто сбегу куда-нибудь? И что эта курица хочет мне сказать? Вы будете играть на конвейере? Возможно, буду кладеться от объектов, спускающихся по конвейерной ленте. Или иначе... Или иначе что? Ну, может, ты договоришься, что случится? Иначе мы не получим свой гениальный приз в виде выхода из этой игры. What the fuck? Так, вот этого я точно не ожидал. И я сделал это? Всё? Серьёзно? Настолько это было просто? Не, ну обращайтесь, я профессионал в подобных мини-играх. Я дольше ждал, пока начнётся игра, нежели играл в неё. Кстати говоря, я под номером 14. И именно 14 лайков вы должны собрать под этим роликом, чтобы я не удалил канал. Если будет меньше, удаляю канал. Серьёзно. И начинается, видимо, следующая игра. Телевизор опять начинает работу. И опять эта курица начинает мне о чём-то трындеть. В этой игре позвольте игрокам, чтобы проголосовать за того, кто должен быть устранён. А я могу проголосовать за себя? Окей. То есть, вся суть мини-игры в том, чтобы кого-то истребить. Ладно, я сам себя выберу. Я устал играть в это. Слишком странно. Боже мой, это фотография из колледжа у него. И... Аааа, рандом выбирает, кого мы устраним. Эй, можно меня? Нет. ДК 18331. Он имеет 30 секунд, чтобы получить. Чтобы получить что? Эм, наверное, чтобы получить какое-то оправдание. Почему мы должны оставить тебя в живых? Бл. Ладно, и мы оставляем его в живых. Всё, всё. Ты оправдан. Ты запасной. Что? За что? За что вы собираетесь его отправить в преисподнюю? Спасите... Нет! Живи. Реально, живи. Боже, какой ужас. То есть, они меня вообще без раздумий отправят на тот свет, если не повезёт. Но нет. Выпал чувак, который сидит рядом со мной. Это было близко. Он имеет тоже 30 секунд, чтобы что-то получить. Я его тоже пощажу. Я человек величайшей души. И что-то енот злобно трендит рядом с ним. Я тоже могу потрендить. Я могу сказать. Нет, я не успел ничего сказать. Да за что? Боже, такие жестокие люди играют в эту игру. ОСТАВТЕ ЕГО В ЖИВЫХ. Ну всё. Я думаю, третьего игрока не будем мы сегодня отправлять. Да, всё. Мы сделали это. Я второй раз почти ничего не делал, чтобы выиграть в мини-игре. Это самая простая мини-игра в истории человечества. Енот вышел. Видимо, это был её друг. Посмотрите, сколько комнат исчезло. Вы хотите сказать, все эти игроки уже окочерыжились? Оказались, так сказать, погреблены в землю вместе с помидорами? В этой игре вы будете на платформе. На эту платформу будут падать камни. Вау. У тебя одна мини-игра просто охренительнее другой, братан. Вы ещё можете уберечь. Чему там нуб-качок за ним стоит? Я надеюсь, мы не будем никогда сталкиваться с этим нубом-качком, а то он может меня чисто в рогалик свернуть, вообще не напрягаясь. Вы видели моего персонажа? Это же тупо Грег. Ну, ему вообще не светит. Выживание здесь. И если хоть один игрок проиграет, это будет тупо. Я просто могу стоять, серьёзно. Вау. Такая сложная игра. Ааа! Да. Если хотите продолжения, ставьте лайки, пишите в комменты. Ну, а мы отправляемся в крысиный вакуум. Более известный как криминальная кухня. И мы попали на кухню с десятками тысяч крыс. Я могу, видимо, ловить этих крыс. Ну, давай, давай, давай. Как крысу поймать? Я поймал крысу. Так... Это странно. Ааа... Мне как-то не по себе от этой игры. Так много крыс, говорит девочка, у которой даже глаз нет. Окей. Я могу... Что, выбрать незаконного пришельца с пистолетом и сердцем? Окей. Сэндвич. Подтвердить. Что я сделал? Юридически. Что юридически? Юридически нужно эту игру запретить, а? Какого чёрта? Мой сэндвич не приготовлен. А куда ты пошёл? Что здесь происходит? Здесь огромный город. И здание с кучей крыс. А, так. Ему нужна содовая и сэндвич с сыром. Так, это... Это просто. Это я могу и сделать. Окей. Сэндвич с сыром и содовая. Подтвердить. Клик он мне. View orders. Ага. Вот. Заказ 11. Что, блин, здесь творится? Я теперь должен это готовить? Я не хочу готовить на кухне, где 33 тысячи крыс бегает по полу. Ам... Что? Как это готовить? Я, по-вашему, гений готовки? Я не хочу ничего готовить. Сыр, хлеб. Окей. Это звучит просто. Это я могу. Беру хлеб. Да, пожалуйста, не мешай мне. Беру хлеб, беру сыр. А куда сыр? Аааа. Мне нужна еще тарелка, наверное. Аааа. Сэндвичу! Крысы стыб взяли сэндвичи! Мой хлеб! Хлеб отдайте! Боже. Боже, да что? Что за хрень здесь творится? Здесь реально пришелец. Пришелец. Ты какого хрена здесь забыл? Давай проваливай отсюда. Почему ты серый? Ты должен быть зеленым. Так, отправляем пришелеца на мусорку. Все. До свидания. Хоть он нам не будет мешать. Что? Ты поймала крысу? Ты пыталась покусать крысу? Аааа! Что ты суешь мне ее в лицо, больная? Боже мой. Так, давай я возьму крысу и тебе в лицо я посую. Я поймал крысу. Я поймал, я поймал, я поймал. Да стой. Я поймал крысу. А, смотри, какая... О, вот. Тебе крысы нравились. Смотри, какая мне крыса. Смотри, какая мне крыса. Если не нравится тебе, да, что убегаешь, вот она крыса. Прямо перед твоим лицом. Зеленая, вонючая, грязная. От нее ты взорваешься, что у нее я взлечу мою болезнью. Реально, криминально. Ну, теперь переходим к самой неподозрительной игре с самой неподозрительной тяночкой. И в этой игре целая куча игроков, хотя здесь литерали нихрена нету. Окей, я могу купить геймпассы с оружием. Зачем они мне? Что происходит? И в игре есть только одна кнопка, и я могу себе поменять образ, окей. Хочу вот такую вот прическу, ее почему-то не видно. Ладно, одежду я могу-то себе поменять? Нет, хрен я могу себе что поменять? Что за... What the fuck? Окей, игра вылетела, лучше здесь не менять себе одежду. И здесь есть танцпол. И это реально все... What the fuck? Я выжил, окей. Мне повезло, но я не смог сбежать. Это супер странная игра. А где та самая тяночка? Я что-то не понял, я ради тяночки зашел в эту игру. А в этой игре даже нет тяночки, вот в чем подозрительность. Вот она тяночка, боже мой. Откуда ты сбежал? Так, это странно. Я еще вижу здесь какие-то странные модельки, только для премиумов. А, класс. Если у вас куплен в Роблоксе премиум, вы можете стать шлепой или с кибиди туалетом. Не, ну это прям классика классическая. Возможно, мы должны пройти эту невероятно сложную... А, нет, вот ты где. Так, окей. Заверши оби, и у тебя будет сюрприз. Да, у меня будет сюрприз. Ну ладно, предположим, что я тебе поверил. Поехали проходить оби. Чат выключен, потому что ты отошел. Ну это как бы логично. Здесь даже есть сохранение. Вы серьезно? Кто-то не может пройти эту оби. Я по чужому трупу только что пропрыгал и сам сдох. Это невероятно. Я по факту сдох из-за того, что кто-то сдох. Ладно, давай я попробую еще разочек. Вот таким вот образом от первого лица будет чуточку попроще. А здесь что нужно делать? Прыгать по вот этим платформам, что ли? Да не по ним прыгать? Их нельзя касаться, что ли? Как я должен был догадаться? Там же красные места. Ааа, по красному теперь ходить можно. Это же офигеть, как логично. Офигеть, какая сложная оби. Просто, блин, невероятно. И здесь тоже можно по красному ходить. До этого нельзя было. Здесь просто нужно наверх подняться. И, блин, серьезно? В эту игру играют десятки людей. Они заходят, кайфуют, геймпассы покупают. Возможно, вот с оружием каким-нибудь, чтобы им, блин, как-то негативно воспользоваться. Здравствуй. Я знаю, как в эти штуки играть. Просто ходить за другими игроками. Ага, класс, на эту нельзя. Ну, давай. Ага. Какой я хитрый. А последний я должен сам угадать. По идее, они должны быть прозрачные. Но нет, они нифига не прозрачные. Да, боже мой. Давай, проходи по желтой. А дальше куда? Угадай, угадай, угадай ты. Я не пойду. Я не пойду вперед. Я не буду идти. Я Грег. Грег Сыкло. Грег, куда? Да, давай еще, упади вниз. По красной нам нужно пройти. И класс, мы дошли до самого конца. Что я могу теперь делать? Фан став. Это платно? Да, конечно же, это платно. Ну, здравствуй, девочка. Что это такое? Я могу выбрать одну из девочек? Окей, я выбираю вот эту вот. И... What the fuck? Мы оказались на ее кухне? Чего, блин? Так, игра очень изменилась. Я теперь очень медленно хожу. Я могу ей что-то купить. Здравствуй, девочка. Выбери, что мы будем делать. Так, я могу что-то купить, что-то купить. Я могу с ней взаимодействовать. Так, ладно, я хочу что-то купить. 140 робуксов, чтобы она пукнула. Нет, я не хочу, чтобы ты пукала. 240 робуксов, чтобы она сделала непонятно что. Черт возьми, здесь все за робуксы. И на самом деле, ты меня интересуешь гораздо меньше, чем лейс с кетчупом. Я ни разу в жизни не ел лейс с кетчупом. Господи, где ты его взяла? И это все, что я могу делать? Донатить в эту игру? Что за дерьмо? Времени потраченного жаль. Так или иначе, мы очень много очков интеллекта потеряли за последние 10 минут. Поэтому я предлагаю перейти к самым сложным тестам в истории. В истории дебилизма. Obviously. Вы готовы, дети? Так, где же у нас гиена? Слева или справа? Конечно же справа! Серьезно? Окей, я только что прошел через коалу и... Да, в игре плевать, абсолютно. Абсолютно плевать. Окей, Старфиш. Это может быть коала? Или все-таки звезда морская? Лама. Наверное, это вот эти вот. Сквит, вот эти вот. Хавк. Стоп. Справа у нас пингвин. Хавк. Ну, это, конечно же, орел. Он слева. Вот кит. Он у нас слева? Или справа? Возможно, пантера? Кстати говоря, кто-то реально кликнул на пантеру. Вы что, больные, что ли? Вы издеваетесь? Что за... Почему? Что? А-а-а-а! Мы можем выбирать сами тематику? Так, в чем я хорош? В видеоигровых персонажах я чертовски хорош. В остальном я, наверное, тоже чертовски хорош. Но я выберу то, в чем я реально хорош. Вот тут есть ФНАФ. Во ФНАФе я бы тотально проиграл. В Пигги я бы проиграл. В мировой еде, я думаю, я бы нормально справился. И что, и долго мы будем ждать. А, идет голосование, 3 секунды. Ну сюда, ну, ребятки! И что выбралось? Дисней персонажи. Ну, слушайте, в них я тоже неплох. Давайте мы попробуем заспидранить эту игру. Оказывается, эту игру нужно спидранить. Гоу! Винни-Пух справа! Тантор справа! Скруч Макдак справа! Тимон и Пумба Тимон у нас слева. Джейн справа. Симба слева. Да я гений! Стоп. Мегара, она тоже у нас слева. Смотрите, я еще ни разу не ошибся. Фил у нас тоже слева. Дональдак. Так вот, вы можете представить себе, как здесь проиграть? Хотя Клейтон. Так. Я посмотрю. Ну, вроде слева. Окей, вот насчет Клейтона. Я, кстати, игре не помнил, как зовут чувака справа. По-моему, на «ты» его зовут, но я точно не помню. Джон Смит. А вот и сложные вопросы начались. По-моему, справа Робин Гуд. Джон Смит у нас слева. Урсула у нас слева. Шан Ю у нас справа. Это как бы очевидно Муфаса слева. Еще много там... Ёкарный бабай. Но вопросов еще много. Джумба Джакиба у нас справа. Мулан слева, Свен справа, Джафар слева, Миссис Поттс у нас справа, Мини справа, Себастиан справа. Слушайте, да я вообще все мультики Дисней, как оказалось, смотрел. Шрам слева, Кристоф справа. Все, я выиграл. Я гений. Больше никто не посмеет меня называть тупым в этой игре. Я занял третье место по интеллекту во всем Роблоксе. Вы посмотрите на лицо Грега. Он выглядит реально умным. Ну а теперь мы попадем в самый опасный город в Роблокте. Боже мой, почему я такой маленький по сравнению с этим пёселем? Посмотрите, я просто гном-гномыч по сравнению с ним. И, да это обычный город. Абсолютно обычный город с абсолютно не злым зданием. И чем мы должны здесь заниматься? Ну пойдем в салон красоты. А то я недостаточно красивый. Там что-то чел спать лег. Ну имеет полное право. Так, чем я должен заниматься в салоне крас... What the fuck? Что за... Всё нормально. Чё ты переживал? Я не знаю, чё ты визжал. Давай мы выйдем отсюда. Тут чё-то ничего интересного нет. Я только загар получил, который на мне никак не сказался. Кстати говоря, это очень жизненно. На меня тоже загар абсолютно не ложится. Именно поэтому я настолько белоснежный. Ладно, давай мы дальше прогуляемся до самой неподозрительной корпорации зла в мире. А вход в это здание находится вот здесь, рядом с Амогусом. И какой-то кнопкой. Так, нажимаем созыв экстренного сообщения. Я сейчас созову всех игроков. Я нашёл самозванца. Нет, Мартимирина пишет. Что за ну? Пишет Декарт. И пози говорит, что это пустая отряда времени. Да пофиг, пишет Декарт. И... А, Амогус! Нет! Нет! Смерть от того, что ты сус. Я получил ачивку. Мне нужно пойти в больницу и вылечить нервишки. По-моему, это самый настоящий дурдом. Управление комнатой МРТ. Максимальная сила. Низкая сила. Не, пусть будет максимальная сила. Нажмём на кнопку. Вот если вы видите красную кнопку, не нажимайте. Я буду нажимать вместо вас, заберу подарки. И результат теста... Нет мозга. Ай, ну ладно. Это, видимо, не мой результат теста был. Давайте проверим меня. Абсолютно безболезненно. Мы обещаем. И... Всё со мной нормально. Видите? Это совсем не больно. Там слева написано. Что произойдёт? Я ни капли не боюсь МРТ. Всё, замечательно. Я, правда, вылезти теперь не могу. Как выйти? Ладно, я могу себе поменять одежду. Я могу что угодно сделать. Я снял своё яйцо из головы. Нет! Я теперь безяичный. Что происходит? Нужно срочно закрыть лицо чем-нибудь головой собаки. А как вылезти? Как вылезти? Что происходит? Перевернуть одежду. Так, перевернём. А, фух, я вернул своё яйцо. Я больше не могу вылезти из МРТ. Я сдох в МРТ. Окей, это было странно. Мы больше не пойдём в салон красоты. Мы не пойдём в больницу. Сейчас мы пойдём в въездный мап. Или Мар. Я не знаю, здесь есть гримошейк. Нет, гримошейк мы не будем использовать. Лучше мы выпьем вот эту вот штуку. И это абсолютно безопасно. А гримошейк, он тоже здесь абсолютно безопасен. Если да, то это не по канону. Так, милкшейк. Пьём гримошейк. Одно яйцо у меня осталось, ёшки. Так я уже помер. Чё ты? Боже мой, я продолжаю помирать, хотя гримошейк уже кончился. Что за жесть здесь творится? Я так и не дошёл до здания фуфулшмерца. Так, Пакостин Корпорейтед. Нам нужно попасть внутрь. А, нужно нажать, наверное, на красную кнопку для начала. Нажимаю и... Опачки. Что за... Я спаси от наковальни. Боже мой. Это было близко. Это было чертовски близко. Что это за подарки? Как их взять? Они не открываются. Это какой-то скам. Автобус на... Самый безопасный город в Роблоксе. Если хотите, чтобы мы прошли эту игру целиком и попробовали все возможные варианты, так сказать, отправления на тот свет, лайк, коммент. Теперь вы будете выбирать, в какие игры я буду играть. Правда, по-моему, сказав это, я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Ну и следующая игра, наверное, самая странная за весь ролик. В этой игре мы не должны злить скалу Джонса. Ну, то бишь, Дуина Джонсона. В качестве обучения в этой игре всего одна картинка. Не трогай скалу Джонса. Я, кстати, игра уже его потрогал. И меня отправили на поле битвы. Что происходит? Вот он, скала Джонс. Он больше на Винодизеля похож на самом деле. О, вознаграждение. Что происходит? Выбери цвет. Ну, я красный выберу. Все выбирают красный. Это точно красный. Мы же не можем все ошибиться. Так, три, два, один. Удачи. И это, 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 какой цвет-то, йогарды бабай? Красный? Мы выиграли, мы выиграли, мы выиграли. Это был фиолетовый. Выжили только пару игроков. Вы серьезно, блин? Ладно, начинаем заново. Так, я трогаю, я трогаю, я трогаю Дуина Джонсона. Он опять разозлился. Это самая странная завязка для мини-игр. И... Цунами. Так, я должен забраться повыше. Хотя, по-моему, когда начинается цунами, забраться повыше, это не сработает. Так или иначе, мы забрались на самую высокую точку этой карты. Ой, здесь реально цунами в виде... В виде вот этого вот. Вы серьезно думаете, что вот это вот цунами, цунами сейчас уничтожит Дуина Джонсона? По идее, цунами должно было уничтожить это здание, но нет, я сейчас могу спрыгнуть. Опа, все. Я могу дальше его трогать, я могу его трогать, 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 и ничего не произойдет. Это... Ееееееее! Боже, какие гномики здесь бегают, и мы победили. Я могу что-то купить в магазине. Опять кто-то тронул Дуина Джонса. Что, уклонясь от камней? Я уже играл, кажется, в подобную игру. Правда, мы там уклонялись не от камней, а от огромных голов. Я могу, в принципе, в магазин зайти. И здесь можно что-то открыть. Нет, нельзя ничего открыть, для этого нужны робоксы. У меня нет... Ау! Больно, блин. Яйцо пропало. Что за хрень? Я умею моргать по своим яйцам? Что здесь творится? И что, и долго я должен уклоняться от камня? Я, в принципе, могу спрятаться сейчас за факел, и хрен. Какой камень меня сегодня достанет? В принципе, там чуваки забрались на самый верх, и таким образом их невозможно достать. Здесь еще есть какие-то пранки. Мы можем устроить джампскеер, либо купить себе 10 толчков, 1 толчок. Вот мне больше делать нечего. Я победил. Да, я и не играл, в принципе. Награды я получил 30 долларов. Так, а на что эти доллары-то тратить можно? Везде мне предлагают какие-то доллары, только я не понимаю, на что я могу их тратить. Опять кто-то тронул скалу Джонсона, и это будет какой-то гениальный заплыв. А как выжить-то в нем? Я могу управлять, типа, этим куском бесполезного дерева? Ну, поехали. Как ехать-то? Эм, это очень странно, что мы так медленно катимся. Так я не могу управлять этой штукой. Так, ну, я вроде еду вперед. Нет, это чистый рандом, я не могу вообще ничего делать. Так, мне просто нужно... Давай, 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 забираемся. Поехали. Все нормально, вперед. Ааа, нужно было успеть за отведенное время. Ну, слушайте, мне теперь никто не помешает. Я точно доеду до конца. У меня 4, 3. И фух, это было опасно. На последней секунде добрался до финиша. Опять кто-то потрогал Скалу Джонс. Там деньги, 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 ааа, доллары, доллары, робуксы. Опять цунами. Нет, знаете что, я отправляюсь спать. Лайк, подписка, Фокс Нео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.